Вы знаете, братья и сестры, все-таки есть особенная ценность в том, что для богослужения мы с вами все-таки собираемся вместе. Вот ты как-то сегодня подумал, смотря на людей, которые выходят участвовать в пении, но ведь, согласитесь, хоть в какой-то мере мы как-то сопереживаем им, согласитесь. Особенно, когда вдруг, ну вот, как будто мы поем с этим человеком. Мы вот сейчас в такое время в нашей церкви, когда мы сопереживаем вот еще и брату нашему Илье, когда он там знакомится снова со своей аппаратурой, да, друзья, и вот я иногда пытаюсь представить себя на его месте, сколько ему приходится выдерживать взглядов. Вы знаете, вот когда вот выходишь к микрофону, и вдруг он, ну как, не работает сначала, да, вот первым делом автоматически даже не думаю, я смотрю на брата Илью. И вот я понимаю, что, ну хотя бы с этой стороны зала ему приходится выдерживать много-много взгляда, да, друзья. Ну я это к тому, что, вы знаете, вот маленькие детали, которые как-то вот наше совместное богослужение, они все-таки делают особенным. Ну это такой человеческий уровень. Наверное, есть еще другой, вот, ну если можно сказать так, духовный уровень, когда, несомненно, несомненно, есть ценность в том, что во время Вечери Господней мы с вами вот собираемся вместе, у нас с вами есть возможность, да, друзья, может быть, неизбежная возможность вот посмотреть друг на друга, еще раз увидеть друг друга, что-то подумать друг о друге, и все это вот, ну вот, вокруг трапезы Господней, вокруг Господнего стола. Ну, знаете, вот у меня сегодня желание на сердце поделиться с вами одним текстом изященного Писания, и прежде чем подойти вот к этому тексту, вот скажу о следующем. Вот одной из тем в Библии является вот тема о прощении человека, вот именно тема о том, что Бог прощает грехи человека. Вот если об этом говорит Библия, значит, человек не всегда знает достаточно о прощении грехов, значит, человек не всегда правильно думает или понимает о прощении грехов. Вот, знаете, бывает такое, что вот человек не хочет прощения грехов от Бога. Или бывает такое, что человек думает, что прощение грехов вот ему по каким-то причинам не нужно. А в действительности вот пророки Священного Писания, пророки, которые говорили от имени Бога, они знали намного лучше нас. Вот послушайте, вспомните эти библейские тексты. «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Это пророк Исаия. Если вот немножко перефразировать пророка Иеремия, он говорит похожее. «Беззакония ваши и грехи ваши удалили от вас все доброе». Вы знаете, есть много причин, по которым человек может не ощущать присутствие Бога. И вот мы с вами подозреваем, что если Бог и отдалился от нас, если Бог скрыл свое лицо от нас, это как-то связано с тем, что мы согрешили. Ну, в действительности это не всегда так. Однако, вот как мы слышали, друзья, грех скрывает лицо Бога от нас. И грех лишает нас благодати присутствия Бога. И вот мой вопрос на сегодня. «Если наш грех скрыл лицо Бога, к какому библейскому тексту обратиться?» Ну, вот предлагаю один из таких библейских текстов, отрывок, библейский отрывок, который начинается следующими словами. Хор пел эту песню сегодня. «Помилуй меня, Боже! Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои». Это 50-й псалом, 3-й стих. Из молитв покаяния в Священном Писании, в Библии, ну, вот эта вот молитва, 50-й псалом, она оставляет, наверное, самое яркое впечатление. Вот когда читаешь, понимаешь, насколько глубоко вот человек, автор этого псалма, Давид, сокрушается к глубине греха. И вот здесь же, вот читая этот псалом, мы с вами видим высоту покаяния человека. То есть не только вот глубина греха, но и высота именно покаяния человека. А псалом вот разделяет нужды каждого человека на две большие нужды, на две большие части. То есть каждому из нас с вами нужно примирение с Богом, мир с Богом, прощение грехов. И каждому из нас с вами нужно изменение жизни. И, конечно, вот именно эти детали делают этот псалом особенным. И вот среди остальных вопросов, которые могут появиться при чтении этого псалма, знаете, возникает еще один вопрос. Вопрос о причине написания. То есть, почему или для кого Давид писал вот этот свой псалом покаяния. И вот если при чтении появляется такой вопрос, то Давид на него отвечает. Это 50-й псалом, 15-й стих. Вот его желание, друзья, вот цель, вот написание этого псалма. «Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Посмотрите, в случае прощения Давид обещает. Давид обещает Богу использовать свою жизнь, пример своей жизни, чтобы помочь другим обрести прощение. Ну и вот получается, что каким-то образом вот это учение Давида в 50-м псалме, в псалме покаяния, может помочь нам с вами найти обратный путь. Обратный путь в присутствие Бога. Посмотрите, название псалма, это вот в нашей Библии, это второй стих. Вот даже вот само начало этого псалма, оно уже как-то нас с вами ободряет. «Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии». Это название псалма. То есть, значит, текст был написан вскоре после того, как Давид был облечен в грехе, а именно в прелюбодеянии с Версавией и именно в соучастии в запланированном убийстве ее мужа Урии Хитянина. Вы знаете, вот в процессе чтения, я думаю, вы помните этот псалм, это очень известный для нас псалм. Вы замечаете состояние Давида, друзья? Вот кажется, что этому человеку теперь негде спрятаться. Ему негде скрыться, у него не осталось никаких оправданий. Вот в такой степени, в какой он никогда не испытывал раньше, теперь Давид знал, что он грешник. В такой степени, в какой он никогда не испытывал раньше, теперь Давид знал, что он грешник. И все же, друзья, вот смысл, суть псалма и вот желание Давида поделиться в том, что он испытал прощение. Он открыл для себя, как пишет в другом псалме, блаженство, прощение грехов. Блажен человек, просите, блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Вы знаете, в одной из моих любимых книг о Средневековье есть такая сцена, а молодой монах, вот даже не монах, а еще послушник, готовится стать монахом, он исповедуется в грехе близкому человеку, своему учителю. И вот после исповедь учитель отпускает своего молодого ученика со словами «ступай с Богом». И дальше вот она спускает его, и вот этот мудрый учитель дает ему наставление. Он говорит, знаешь, вот в своей жизни ты вот сейчас испытал грех. Когда придет час тебе самому выслушать грешника, учитель сказал, помни, сделать это понятливо и снисходительно. И так Давид согрешил и теперь учит нас. Вы знаете, друзья, вот много разных действий грех оказывает на человека. И вот одно из действий греха, одна из особенностей греха в жизни человека заключается в следующем. Вы знаете, грех, он парализует нас. Знаете, в каком смысле? Он парализует нашу способность исследовать причины греха. То есть вот грех, он имеет такое действие. Мы становимся парализованными исследовать причины греха. То есть грех лишает нас чувствительности к его истинной природе. Грех ослепляет нас в отношении значимости греха. То есть мы не думаем о том, что сделали что-то страшное. Мы не думаем о том, что сделали что-то страшное. И вот в таком ожесточенном состоянии Давиду меньше всего хотелось исследовать себя, исследовать свой грех. То есть какое-то время он жил и не осознавал, что он согрешил перед Богом. А пока не произойдет открытие своего состояния, друзья, вкусить благословение, прощение невозможно. И вот в жизни Давида был такой инструмент, который принес ему прозрение, который пробудил Давида от духовного бесчувствия. Это был пророк, как мы с вами прочитали. Это был пророк Нафан. И вот слова пророка, они заставили Давида задуматься о своей греховности. Я напомню, что пророк Нафан сказал ему, ты пренебрег слово Господа. То есть он сказал ему, ты закрыл глаза на Божье Слово. А дальше как бы от имени Бога он обратился к Давиду и сказал, ты пренебрег меня. Взял жену Урии Хитянина, чтобы она была твоей женой. Знаете, вот у Бога есть много инструментов, разных инструментов, чтобы служить похожими пророками, через которых нас он озаряет свет, и мы видим себя такими, какие мы есть на самом деле. Случаем Давида это был, конечно, человек. А может быть это было, говоря нашим языком, это была проповедь. Может быть, как с Ионой, да, друзья, есть болезненные обстоятельства, когда Бог касается нашей жизни и вот как-то пробуждает нашу совесть. Я думаю, что конкретный инструмент, он менее важен, чем вот действие этого инструмента. Он заставляет нас сказать, Господи, я согрешил против Тебя. Итак, исповедание Давида. Знаете, что выделяется в исповеди Давида, так это его мучительное открытие того, что на самом деле было в его сердце. Вот он понимает, что вот в его сердце не просто был грех, он понимает, что в сердце его были целые слои греха. Или, если использовать другую метафору, вы знаете, вершины зла, которые возвышаются одна над другой. Вот посмотрите, вот я думаю, вы помните Псалом, я не читал его вот именно, надеясь на то, что этот Псалом знаком для нас с вами. Он, исследуя свою душу, он использует очень широкий словарный запас. То есть он делает целый ряд словесных картин показать свою нужду. Вот если читать первый стих, он говорит, мои беззакония, это множественное число. То есть он предполагает, что вот это какой-то бунт в его жизни и самоутверждение. То есть Давид говорит, вот я сделал себя центром вселенной, и мое сердце враждебно относится к любому сопернику, на этот трон, на это место, даже если этот соперник любящий, творец. Если читать второй стих, друзья, посмотрите, это уже беззаконие мое, это уже единственное число. То есть теперь вот он передает идею, ну, какого-то извращенного пути, который портит всю жизнь человека. Вы знаете, вот когда думаешь об этом, вот беззаконие мое, какой-то вот роковой недостаток, который разрушает все. Вы вспомните, как вот похожим языком говорит нам книга Нового Завета, вот библейский текст, «Славу нетленного Бога изменили или променяли в образ подобный человеку». Вот роковой недостаток, знаете, вот один и единственный. Вы знаете, вот ошибитесь здесь, все в жизни будет неправильно. Роковой недостаток, изменить славу Бога, ошибитесь здесь, все в жизни будет неправильно. Дальше он говорит, что это мой грех, четвертый стих. Вы знаете, вот означает поражение. Вот в каком смысле? Ну, в том смысле, что вот он отклонился от цели, ради которой был создан. Он был создан не только для того, чтобы жить во славу Бога, но и для того, чтобы отражать эту славу. То есть Давид говорит, я растратил свое предназначение. Это была шокирующая истина, которую Давид открыл о себе. Он творил зло, и зло, которое он творил, это плод его сердца. Вот то, что он знал о себе. Знаете, ничто вот так не характерно для нас, как вот легкое предположение, что по природе своей мы очень-очень добрые. И если уж мы с вами грешим, то грешим вопреки себе. Давид понял как раз-таки, вы знаете, обратное. Давид вдруг понял, кто он на самом деле. Вот знаете, вот в нашей культуре, где доминирует гуманизм или вера в человека, сохраняется идея о том, что грех – это нечто, знаете, периферийное, или грех только касается нашей природы. Вот Библия говорит, что в действительности человек, он испорчен грехом. Но почему-то вот мы с вами считаем, что наши злые поступки, они находятся где-то на краю или на грани нашего с вами характера, и никогда не проникают в сердцевину. Внутри где-то мы с вами добрые. Но если мы с вами поднимаем свой взгляд на самый высокий стандарт добра, на характер и на качество Бога, мы поймем, что на земном уровне, на земном уровне то, что кажется добром, братья и сестры, оно испорчено до глубины души. И так мы с вами понимаем, что испорчено грехом до глубины души. И вот когда понимает этот человек, что испорчен грехом до глубины души, вот тогда окончательно убеждается в потребности в прощении. Вот такой человек знает точно, что ему нужно прощение грехов. Вы знаете, мы начинаем осознавать истинную природу греха. И вот похоже Давида, похоже на Давида, мы называем грех своими именами. Лукавое, беззаконие, грех, зло. Мы также начинаем использовать первое лицо единственного числа. Это не чей-то грех, это мой грех, это мое зло, это мое лукавство, это мое беззаконие. Вы знаете, это уже не чья-то вина, не вина моих обстоятельств, это моя вина. Вот вспомните похожее озарение блудного сына. Отче, я согрешил против неба и перед тобою. То есть, когда мы понимаем, что грех испортит наше сердце, что мы испорчены до самого сердца, а мы не используем язык оправдания. Грех есть грех, и это мой грех. Друзья, это мучительное, но необходимое самопознание. А мучительное, необходимое самопознание... Вы знаете, как интересно здесь пишет Давид, что вот ты возлюбил истину в сердце. Друзья, подумайте об этих словах, да? Вот Бог любит истину в сердце, а Давид понял, Господи, вот в сердце у меня истины нет. Это мучительное самопознание, вот понять, что вот в моем сердце нет того, чего хочет Бог. И вот тогда человек тянется к прощению, ему так становится нужным прощение грехов. А знаете, вот это вот самопознание Давида открывает ему глаза на всю жизнь. И вот то, что произошло, да, как-то вот озарило всю его прошлую жизнь. Он понимает, что это не нечто недавнее. Не только вот один грех. Он признает, что я в беззаконии зачат. И во грехе родила меня мать моя. Ну, может показаться, что это какой-то язык избегания, то есть избежать ответственности. А скорее наоборот, друзья, он признает, насколько глубока его греховность. Насколько глубока греховность человека. Он думает, что вот она вплетена в основу его существа. То есть она неразрывно переплетена с его существованием. Или другими словами, простым языком, друзья, он неизбежно грешен. Давид понимает, что хватка греха, она нерушима. Я вот так предполагаю, друзья, что вот после того, как пророк Нафан приходил к Давиду и, может быть, ушел, можно предположить, друзья, вот такую сцену, что Давид, он постарал повторять и говорить сам с собою. Боже, неужели это я? Боже, неужели это то, кем я теперь стал? Неужели это то, что я есть на самом деле? Вы знаете, вот Писание передает нам вот эти вот слова Давида, они для того, чтобы мы, не только для того, чтобы мы увидели глубину греха, но вот чтобы мы с вами увидели еще величие прощения, которое получает Давид. Вы знаете, как говорит Писание, чтобы мы с вами вкусили, попробовали, как благ Господь, глубину прощения Бога. А знаете, друзья, вот в книгах Нового Завета у нас есть примеры людей, которые внешне не нарушали Божьего закона. Помните фарисеи, да, друзья? То есть вот если бы внешне мы наблюдали за этими людьми, то вот Божий закон они нисколько не нарушали. Вот если послушать нашего Господа, что Он говорил этим людям, то получается совсем другое. Знаете, Господь говорил, что вот, несмотря на то, что внешне вы не нарушили ни одной заповеди, Он говорит, что внутренне вы нарушили все заповеди Бога. Знаете, я к чему это говорю, друзья? Вот этот псалом, он не написан для людей, которые не ходят в церковь. Этот псалом не написан для людей, которые не знают Бога и не верят в Бога. Друзья, этот псалом написан для верующих людей. Я напомню еще один похожий пример или похожее переживание человека. Давайте вспомним пророка Исаию, который встретил Бога. Не просто пророка от Бога, а встретил Бога. Это шестая глава, где он говорит, что я увидел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И помните, вот у него тоже было вот такое вот самораскрытие, самораскрытие себя, когда он сказал, горе мне, погиб я. Вот перед ним предстал его грех. Я человек с нечистыми устами. То есть вот что он узнал о себе. Встретился с Богом. Давайте представим себе такую сцену, историю. Исаия возвращается после этой встречи к своему другу. Они сидят вместе. Исаия говорит, слушай, я хочу поделиться с тобой. Я сегодня что-то узнал о себе. И он ему говорит, я понял, что вот по-особенному понял сегодня, что я человек с нечистыми устами. Вот если бы Исаия, хороший проповедник, который мы с вами знали, пришел и говорил бы нам эти слова, мы бы начали утешать, не так ли, друзья? Мы начали говорить Исаия, ну тебе ли говорить это? По святости ты превзошел многих-многих из нас. Да и при том, вот проповедь у тебя замечательная. Тебе очень интересно, у тебя есть дар от Бога. Подумайте, в чем смысл открытия Исаии. Исаия увидел разрушительную, сокрушительную правду о себе. Он увидел, что не в слабостях, а в его сильных сторонах, друзья, в его духовных дарах тонко и неразрывно переплетается его грех. Поэтому он говорил правду, что его уста были загрязнены. Друзья, вот только те, кто приходит к такому самопознанию, будут готовы испытать вот этот живой уголь с алтаря Господнего, уголь, который обжег уста Исаии, но уголь, который принес очищение, исцеление. Я думаю, можно вспомнить апостола Петра, то есть его признание Иисусу в лодке, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Братёстры, 50-й псалом написан для нас, чтобы мы с вами могли как-то по-особенному видеть и понимать своё сердце. Последствия греха. Вы знаете, вот большое искушение для нас с вами, вот современных людей, не только христиан, состоит в том, чтобы верить, что вот чем быстрее мы сможем справиться с делами, тем лучше. То есть это вот такой вот, знаете, прагматический настрой. Если у тебя есть какое-то дело, справься с ним как можно быстрее. Наилучший путь – это самый быстрый путь. То есть иногда мы с вами так думаем. Давайте помним, друзья, что короткие пути в духовных делах иногда, или правильнее сказать всегда, являются началом катастрофы. Короткие пути в духовных делах всегда являются началом катастрофы. Дело в том, что Давиду, ну простите за такой язык, ему немножко пришлось помучаться в своём состоянии. То есть Бог не сразу исцелил его от греха, его просил ему греха, очистил его от греха. Одним из признаков глубокой работы благодати в жизни Давида было именно то, что он хочет научить других людей. Он хочет научить как раз-таки следующему, именно тому, что Божьи пути часто медленнее, чем наши. Медленнее, Давид говорит, но, друзья, они мудрее, и они глубже. Медленнее, но они мудрее, и они глубже. Он учит нас последствиям этого греха. Итак, грех приносит вину. Знаете, друзья, мы справедливо различаем вот чувство вины и вину. Дело в том, что можно иметь второе, быть виноватым, но не испытывать первого, не испытывать чувство вины, и, может быть, наоборот. То есть мы должны различать эти две вещи. Вот Давид понимал, здесь он говорит нам, что его действительно преследовало чувство вины. Грех мой всегда передо мною, беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною. То есть было время, Давид этого не замечал. То есть для него вот какое-то определенное время грех был скрыт от глаз его, от его сердца. Но вот потом пришло чувство вины. А его сердце, оно было ожесточено обманчивостью греха. Вот прежде, чем Бог заговорил с этим человеком. И вот в какой-то момент, представляете себе, вот эта защита, она ломается, она прорывается, и последовавший за этим поток чувств, он был уже неконтролирован. И Давид не без причины говорит, что вот грех мой всегда передо мною. Знаете, друзья, потому что он был действительно виноват. Обратите внимание на его просьбу. Вот в этом псалме, то есть его захлёстывая чувство вины, друзья, он не просит Бога, избавь меня от этого чувства. Вот сделай так, чтобы мне было легче, чтобы мне полегчало. Друзья, он просит, я виновен, помилуй меня. Дело в том, что именно вот такое вот исповедание приносит настоящий мир человеку. Я виновен, помилуй меня. Грех порождает осквернение. А Давид видел, что грех в его жизни, он был многогранным, лукавое, беззаконие, зло, грех. Он осознавал, насколько глубоко вот осквернение проникло в его душу. И вот смотрите, каким языком он просит с тобой исцеление. Я вот прочитаю эти стихи, друзья. Четвёртый стих, смотрите, «многократно омой меня». Вот только подумайте об этом. Девятый стих, «окропи меня иссопом». И одиннадцатый стих, «отврати лицо твое от грехов моих и сгладь беззакония мои». Вот смотрите, друзья, человек пытается подобрать слова. Вот пытается подобрать слова вот о том, чтобы сказать Богу о своих грехах. Вот пытается подобрать слова, вот сказать, Господи, вот что я хочу, чтобы ты сделал с моими грехами. Очень-очень богатый язык, друзья. «Многократно омой меня». «Окропи меня иссопом». «Изгладь все беззакония мои». То есть он видит вину за свой грех как глубокое, несмываемое пятно на своём характере. «Омой меня тщательно от беззакония моего». Вы знаете, вот опять, как современные люди, мы слишком привыкли к удобствам, чтобы сразу понять эту картину. Но, друзья, представьте себе стирку одежды без стиральных машин. Особенно, если вам нужно стирать за детьми. Это очень-очень сложная, тяжёлая работа – вручную смывать въевшуюся грязь. Друзья, вот Давид о чём, почему он говорит это? То есть, как бы ни были мы с вами энергичны, мы себя не сможем отмыть. Напомню ещё слова пророка Исаии. «Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку». Ну, щелок – это очень крепкий мыльный раствор. «Нечестие твоё отмечено предо Мною», говорит Господь. То есть, Давид понимает, что только Бог может совершить очищение. И вот о чём он просит. Он просит Бога очистить его сердце, пока не смоется о свернении его вины. Похожим образом, вот пророк Малахия, вот Бог через пророка Малахию говорит, кто выдержит день пришествия Господнего, кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий и как щёлок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, очистит сынов леви, переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в славе. То есть, Давид понимает, меньшего будет недостаточно, только Бог может очистить нашу совесть. Вы знаете, друзья, грех вызывает духовную беспомощность. Он делает нас с вами неустойчивы. Вот очень известные слова, «Сердце чистое, сотвори во мне Божий, и дух правый, обнови внутри меня». Вот если читать по-английски, там, знаете, вот эта просьба, «Дух твёрдый». То есть, Давид просит, чтобы дух у него был твёрдый. Грех делает нас с вами неразумными. Ну, или, простите, говоря библейским языком, глупыми. Вот его просьба, «Ты возлюбил истину в сердце, внутрь меня явил мне мудрость». То есть, Давид просит о том, чтобы внутри была мудрость. Знаете, почему, друзья? А потому что Давид понял, что как обманчиво сердце человек, как обманчиво наше с вами сердце, что греховное, особенно греховное сердце, оно обманывает человека. Да, представьте, наше сердце может нас с вами обмануть. Оно может побуждать нас к мыслям, планам, действиям, отмеченным полной глупостью. Так всегда бывает, друзья. Лукаво сердце человеческое, поле всего и крайне испорчено, кто узнает его. Поэтому не всегда мы должны следовать за сердцем, а иногда, следуя своему сердцу, мы начинаем думать, что Бог не видит наших мыслей, не видит поступков или иногда, следуя нашему сердцу, нам кажется, что Богу все равно, что это не будет иметь серьезных последствий или что это не имеет никакого значения. А помните, друзья, как вот впоследствии, не знаю, хронологически как располагаются эти псалмы, ну как он не доверял больше себе? Да, то есть он понимал, что было время, когда сердце мое обманывало меня. И потом он просил Бога, испытай меня, Боже, узнай сердце мое. То есть, друзья, не всегда доверял человек своему сердцу. И вот теперь, вот из этого пробудившегося сердца Давид взывает к Богу, просит Бога сделать что-то для него. И он говорит, сердце чистое, сотвори во мне, Боже. Опять очень интересный язык, друзья, язык Священного Писания, вот это слово сотвори, оно возвращает нас с вами на первой странице Библии, когда Бог творил Вселенную. То есть это то же самое слово, которое использует Давид. Знаете, в каком смысле? А в том смысле, что только Бог может сотворить сердце чистое, сердце новое. Только Бог может сделать его чистым. Только Бог может сделать наше сердце с вами послушным. Только Бог может спасти беспомощного грешника. То есть Давид это все хорошо понял. Друзья, Давид получает прощение. А 6 стих Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Знаете, друзья, для того, чтобы получить прощение, к чему мы можем с вами апеллировать? На что мы сможем обратить внимание Бога? Мы не можем обратить внимание Бога к качеству нашей жизни. У нас нет таких дел, на которые могли бы сказать, Богу посмотри. Если мы будем это делать, то это только подтвердит нашу с вами греховность. Как же Давид может вновь открыть для себя присутствие Бога? Услышать радость и веселье и вернуть радость спасению. Это третий стих, с которым мы с вами начали. Помилуй меня, Боже. Почему помилуй? По великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие Твои. По великой милости и по множеству щедрот. Здесь снова очень яркий язык Священного Писания. Вы знаете, вот так вот люди, которые знают этот язык, читают Ветхий Завет, они говорят, что милосердие Бога или милость Бога связано со словом, которое означает материнское чрево. Чрево, которое носит ребёнка или выносило ребёнка. И вот когда мы говорим о милосердии Бога, как образно понимать значение этого слова? Это отношение матери к ребёнку, которого она носит или к ребёнку, которого она выносила. Это милосердие Бога, друзья. То есть любовь, которую испытывает мать к ребенку, которого родила. Но вот разве любовь матери не услышит бессвязные крики своего беспомощного младенца? Похожим образом говорит Давид, неужели Бог не услышит слова сокрушенного и разбитого сердца? Дорогие друзья, братья, сестры, наша с вами самая последняя инстанция – это великая милость Бога. Больше нам рассчитывать не на что. Наши грехи не просто исчезают. Мы не просто получаем прощение автоматически. Давайте будем помнить, что, прося о милости, когда мы просим Бога проявить милость к нам, однако проявляя милость к нам, Бог отнимает милость у Иисуса. Когда Сын Божий будет на кресте, Бог откажет в милости, Бог удалит свою милость от Него. Прося о том, чтобы Бог изгладил беззаконие наши, мы просим о том, чтобы они были стерты кровью Иисуса Христа. Прося о мой меня, мы просим, чтобы грязь с наших грехов она охватила Иисуса, как потоп. Прося о радости и спасении, друзья, мы просим, чтобы Иисус стал мужем скорбей, изведавшим болезни. Прося, чтобы наши уста были открыты в хвале. Мы просим, чтобы Иисус молчал, как овца перед стригущими молчит. Прося принять жертву сокрушенного духа, сокрушенного, раскаявшего сердца. Мы просим, чтобы сердце и дух Иисуса были сокрушены. Прося, чтобы Бог не скрывал свое лицо от нас, друзья, мы просим, чтобы Он скрыл свое лицо от Своего Сына. Прося, чтобы мы не были изгнаны из Божьего присутствия, мы просим, чтобы Иисус был изгнан во тьму внешнюю, друзья. Но хотим ли мы этого? Это единственное, что может предотвратить постоянное ощущение отсутствия Бога в нашей жизни. Осмелимся мы просить об этом, друзья? Дело в том, что нам просить об этом не нужно, потому что это уже все совершено. Бог все это сделал в Иисусе Христе. Вы знаете, теперь все, что нам нужно, это Христос. В Нем мы видим Отца, в Его лице слава Бога, которая затмевает наши с вами грехи. В Нем искупление и прощение наших грехов, как говорит нам Священное Писание. В Нем мы имеем искупление крови Его, прощение грехов, по богатству благодати Его. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. У кого желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok